Девушки отдыхают 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 Кто твой краш? Расскажи. Краш именно? Ну, наверное, балдают. Егор, поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаем набирать больше очков и выйти в плей-офф всей команде. Поздравляю нашу команду с наступающим Новым Годом. И желаю как нашей команде, так и всем нашим болельщикам побед невероятных, позитивных эмоций. Желаю того, что все игры, которые тут проходили, приносили только радость, удовольствие и счастье от побед. Амур чемпион. Я верю. А вы верите? Наши ребята вообще самые лучшие. Мы очень любим, восхищаемся им. Главное, без травм, больше голов, больше ассистов. Чтобы все было хорошо в личной жизни, ну и в хоккее тоже. Конечно, надеюсь, мы выйдем в плей-офф, мы отдохнем. Мы будем рвать всех. Очень надеюсь на победы, победы, победы. Хочу, конечно, выйти в плей-офф и выиграть Кубок Гагарина. Чтобы в следующем году у них было много побед, и они выиграли Кубок Гагарина. Да. Чтобы они обязательно попали в плей-офф и порадовали вашего папу, верно? Да. Только победа, только вперед и удача из плей-офф. Да. Только побед в новом году, выхода в плей-офф и чаще радовать болельщиков. Я считаю, что самое важное, чтобы болельщики были рады. Рады смотреть на игру. То есть даже главное не результат, а то, как идет игра. То есть главное, чтобы игроки играли за нас. Вот, это самое важное. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом, тигры! С Новым годом, тигры! С Новым годом! С Новым годом, тигры! С Новым годом! С Новым годом, тигры! С Новым годом, амур! Ой, детки, как люблю я их! Ну и, конечно же, наш новогодний выпуск не был бы столь праздничным, если бы тигры не поздравили в ответ своих болельщиков. Поэтому прямо сейчас мы услышим поздравления от хабаровских хоккеистов, но заодно узнаем, что они попросят у Дедушки Мороза. Андрей Алексеевич, а есть у вас новогоднее настроение? Безусловно, предновогоднее есть, новогоднего еще нет. Вроде какого-то волшебства. Ну, я уже не в том возрасте, чтобы волшебства ждать, но позитивных моментов обязательно жду. В Хабаровске снега много, у нас в Беларуси его практически нет в Новый год, поэтому настроение новогоднее. Когда снег выпадает, какой-то такой вспоминает. На Дальнем Востоке снег выпадает, он начинает выпадать в октябре и заканчивается в мае, знаешь. Мы первый год на Дальнем Востоке, поэтому все равно как будто в детство куда-то окунаешься. Нет, можно забыть перезаписывать, если что. Нет, все, это уже пошло. Да, такой уставший, пропопевший, вонючий. Скажи, что у тебя есть новогоднее настроение? Есть. Новогоднее настроение у меня. А ты будешь все повторять, все, что я тебе скажу, ты повторишь, верно? Хорошо. А я сейчас могу такое наговорить. А ты елочку уже поставил? Да, мы с женой съездили в Льву Рамерлен, взяли елочку и хотели в этом году создать новогоднюю атмосферу. Так, прикольно получилось. В каких цветах украсили? Розовый, золотистый и фиолетовый. О, стиль. Елку уже поставил? Да, большую. Правда? Да. В каких цветах украсили? Блин. А, вот видишь? Доверяй, но проверяй, как правило. Проходите, проходите, ребят. Не, елка есть, елка есть, 100%. Просто, только не я, просто я наряжал. Слушай, а давай небольшую виттерину. Вот этот будущий год, он кого? Меня. Кого? Меня. Тебя. Что у Вячеслава Грецкого обязательно должно быть на новогоднем столе? На новогоднем, так, оливье. Потому что я самый любимый салат, наверное. Ну и все, этого достаточно будет. Так, ну, утка по-пекински будет. Ты находишься на Дальнем Востоке, наверняка на столе будет икра. Кабачковая? Кабачковая, разумеется, да. У нас же на Дальнем Востоке, Дальнем Восток знаменит своими кабачками? Ну, знаменитый салат оливье, наверное. Конечно. Так как я жил в Дальнем Востоке, будет достаточно рыбы. Так, понятно. Море продуктов. Ну и вот с этим встретим с супругом нового. Мясо по-французски. Не, на салаты без разницы. Главное, чтобы мясо по-французски было. Селедка под шубой. Я не люблю селедку под шубой, потому что считаю, что в шубе на Нового Днем празднике должна быть только я. Ой, какой каламбур, смотри. Оливье, может быть, еще один салат у нас сделает. Она обычно запекает, знаете, тосты с сыром и чесноком. Это я с детства любил, и вот жена узнала, и меня каждый Новый год это делает. Дим, так мы все к тебе придем на Новый год. Такой стол, такой стол шикарный, знаешь, получается. Приходите, будем ждать. А как главный тренер отмечает Новый год? Как вы будете отмечать? Ну, как всегда. Это что значит? Это встретить Новый год, выслушать речь президента, поздравления. Ну, ужин и на следующей день тренировка. Семью буду дома отмечать. Ну, там много не отмечаешь, как бы спать пойдешь пораньше. Полетим же первого числа. Поэтому просто... Поэтому оливьешечку будешь доедать не ты. Ну, да. Мне кажется, что все равно это такая традиция загадывать, как желание на Новый год обязательно. Вот у вас есть какое-то желание, которое вы загадаете? Есть. Не скажу. Плей-офф? Я за вас загадаю, ладно. А что ты попросил нового у Деда Мороза? Плей-офф. Ты что-то загадаешь у Деда Мороза? И что? Ну, нельзя же говорить, что загадываешь, чтобы это сбылось. А Вячеслав Грецкий уже сказал, сказал плей-офф. Значит, не сбудется? Ну, это не желание. Это цель. Чтобы команда Амур Хабаровс попала в плей-офф и желательно прошла как минимум один раунд. Чему тебя научил в 2023-й? Ну, наверное, терпению. Самое главное – это терпение. Через терпение, знаете, многие ситуации проходишь и, можно сказать, становишься сильнее. Работать до конца. Стисну зубы даже, если тяжело, больно. Надо работать до конца, потому что с работой прибудет будущее и прибудет результат. Самое главное, он мне дал – это дебют в КХЛ. Это самое главное. Но в 2023 году я в команде в КХЛ дошел до финала, не выиграл его, к сожалению. Но, тем не менее, это хорошее достижение. Я получил мастера спорта по хоккею. Тоже для меня это высокая планка к ней. Каждый хоккеист хочет прийти. То есть, это значит, я не просто в хоккее занимался. И это дебют. Конечно, дебют. Поздравляю с Новым годом. А, дорогие россияне? Ну, почему нет? Ну, можно… А может быть, не россияне тоже празднуют у нас на Новый год. Хорошо, правильно. Давай. Люди мира. Да. Люди мира. Ладно, поздравляю. Так. Так, люди мира. Макс. Ну, ё-моё. Так, видишь, а что лучше-то обязательно? Поехали. Люди мира. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Самое главное – здоровья. Здоровья вашим близким, всем детям, семьям. Нет, дай заново. Дорогие болельщики, женщины, мужчины, огромного счастья, исполнения всех желаний. Огромное спасибо за вашу поддержку. Мы вас слышим, мы вас чувствуем. Спасибо, что вы с нами и в тяжелые моменты. Для нас это очень важно. Всех поздравляю с Новым годом. Желаю, чтобы все ваши загаданные мечты в новогодний стол... Раз. Дорогие друзья, поздравляю вас... Так, Сюзанна. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Самое главное – здоровья. Здоровья вашим семьям. Благополучия вам. Чтобы всегда ваши мечты сбывались или хотя бы приближались к этому. И будьте добры друг другу, и все будет хорошо всяко. Хочу поздравить вас с Новым годом. Хочу, чтобы все ваши загаданные мечты в новогоднем столе, когда будет президент, говорить свои слова, они у вас сбылись, потому что... Нет, я просто не заговорил. Ну, во-первых, всем пожелать здоровья, побольше позитивных моментов в жизни. И болеть только хоккеем. С Новым годом. 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 С Новым счастьем. С Новым годом. И в последнем матче 2023 года Амур одерживает шикарнейшую победу. Это настоящий подарок для всех тех людей, которые сегодня здесь собрались. Вот таких матчей мы ждем в следующем году. Все. Это все на сегодня. Мы увидимся с вами на этих трибунах уже в 2024. С Новым годом. С Новым годом зрители. С Новым годом, зрители. С Новым годом, тигры. С Новым годом, Амур. Новые игрушки, свечи и хлопушки в нем. А веселые зверушки мой перевернули дом. Завели веселый хоровой. До чего смешен лесной народ. И не верил, что все пройдет. Сказочным сном